Донбасс 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 постоянно поэтому ритуальные пляски по поводу накажем не простим посадим они будут продолжаться если бы хотели посадить то никто бы его не выпускал из украины это первое второе задача раздеть его максимально и держать его на расстоянии откровенно говоря не факт что он не попытается вернуться как это и делал господин сакашвили у них по сути одинаковая судьба но насколько известно послал гонцов осенью прошлого года и в москву и в германию и в штаты он везде ищет свою поддержку и защиту в обмен на деньги в первую очередь ну а потом на в обмен на совмещение своих интересов трампу он откровенно говоря немного интересен для борьбы с байденом он мог бы его использовать и потом выкинуть как использованное резиновое изделие то же самое трамп извините эрдоган он может получить деньги а потом от него избавиться от господина порошенко по одной простой причине он не выгоден в политическом плане самому эрдогану потому что это осложнение отношений с украиной а это существенная часть доходов для турецкого бизнеса и в данном случае он бы конечно может малую долю взять но это не все то что дает оборот денег с украины следовательно порошенко сегодня мечется как крыса загнанная в угол поэтому не факт еще раз говорю что его посадят не факт что его хотят посадить те кто имеет на это право но то что он будет искать защиту это однозначно владимир васильевич ну а тем время временем наследник петра алексеевича порошенко человек который сказал что делаю все что можно и нельзя чтобы прекратить войну ну совсем как порошенко в мае 14 года да две недели война закончится собирается подписывать 219 миллиардов гривен бюджета это почти пять процентов ввп страны сегодняшний еще пока 5 процентов на продолжение банкета под названием война на ваш взгляд почему команда зе продолжает без воинственной риторики тем не менее военные действия но последующий порошенко он ничем не изменяется он ничем не отличается это те же яйца только в профиль это народная поговорка это все цензурно проблема в чем зеленский уже многократно однозначно сказал россия воров дайте нам оружие и мы будем себя защищать а дальше уже разбираться нет проблем какая будет внешняя политика господина зеленского по отношению к россии к европе и америке но есть интересные составляющие ну первое то что обороны бюджет растет обозначает что напряжение на линии соприкосновения с лнр днр будет расти тревожит другое увеличение в два раза военного бюджета даже по сравнению с бюджетом порошенко таким воинственным армавиром давайте мы углубимся внутрь вот этой проекта а здесь уже интерес более интересно половина этого бюджета будет направлена или планируется направить на материальное обеспечение военнослужащие о чем это говорит если порошенко использовал военный бюджет в том числе первую очередь для отмывки потому что на материалтехническом обеспечении гораздо удобнее воровать на оружие и схема прячется отвоевались и оружие исчезло а вот моральный дух так называемых защитников бандитов которые убивают мирных граждан донбасса она стала падать это и дезертирство это и отказ стрелять и отказ подчиняться и самоубийство и внутренние убийства и разборки это все ведет к моральной потере духа этой украинской армии поэтому понятно с чего хочет добиться зеленский сохраняя риторику сохраняя вооружение обеспечить деньгами защиту этой территории и защиту тренда под названием все на войну с россией вот это реально тревожит ну и еще один лозунг все на войну с россией все на победу для победы против россии это создание информационного канала на русском языке украинского против этого выступают на удивление украинские националисты не понимающая действительно красоту игры владимира александровича но с другой стороны вот скажите мне пожалуйста как человек который не только смотрит телевизор но иногда и выезжает на федеральные телеканалы для того чтобы общаться а зачем вовке тратить деньги когда за него эти самые федеральные каналы антироссийскую пропаганду тянут уже несколько лет когда мы вместо интересных политических программ вынуждены смотреть вот эти вот клоунские шоу с нанятыми актерами которые исполняют роли корейба исполняет роль там упоротого какого-то бандеровца кто-то еще какую-то роль выполняет нет покореба польского шляхтича кто-то еще какой-то у каждого своя роль каждый играет по правилам если приходит украинский эксперт и вдруг не по правилам себя ведет его больше не приглашают на наши каналы он должен быть болванчиком идиотом крикуном перебивающим всех а еще лучше если он либо даст кому-то по морде либо начнет душить как членка вчера душил корейба либо его самого по морде побьют и по лысине ему настучат то есть вот в принципе савелий михалыч шустер которого вернули на украину и который наверняка будет в антироссийской пропаганде как и в афганистане в свое время воевать на этом фронте вот сейчас мы еще и сами им помогаем вспомните пожалуйста шустер его программы и как вы те кто действительно был конструктивистами сначала побеждали безоговорочно всех этих клоунов над ними смеялись а потом эти клоуны и идиоты пришли к власти на территории украины вы затронули к сожалению очень серьезный пласт проблем которые есть у нас россии это отсутствие государственной идеологии информационных вещательных каналов которая подменяется к сожалению желанием получить временные хайп и естественно заработать на рекламном времени и это тревожит все больше это не просто тревожит это уже начинает раздражать если в 2014-15 году таких информационных каналов было единицы они работали раз в неделю и действительно тема русской весны мобилизовала российское общество и как-то появился единый вектор движения то сегодня в условиях 21 века эту тему давно уже пора было переварить и искать новые символы и новые смыслы которые объединяют российское общество и определяют путь вперед но российские каналы увлеклись этим дешевым хайпом к сожалению через которые мы прошли как правильно создали на украине сначала это было очень интересно народ приучили к этому наркотику индивидуальные яркие шоу я действительно был участием этих шоу а потом эти шоу превратились в источник и пропаганды и промывание мозгов потому что когда люди привыкли к этому каналу они ежедневно приходят канал телевизору с пивом с чипсами с орешками либо салатами водкой и наблюдают как там эти паны друг другу чего выруют понижается уровень терпимости в обществе становится понятным что можно драться можно материться можно не доказывать скажем так с точки зрения науки логики последовательности и объективных знаний ту или точку зрения а можно просто ругаться материться биться и драться и это будет нормально на потребу обществу дается интересным жвачка и вот сегодня это перекочевала на российские каналы поэтому я как бы ну часть моих коллег действительно стали реже выезжать на эти каналы потому что спорить уже как-то бессмысленно меня раздражает что за бюджетные российские деньги на федеральных российских каналах поливается по-моему российская действительность и это делается действительно очень грамотно и часть них болванчиков нанятых клоунов с украины либо с дальнего запада они не такие уж и дураки они четко отрабатывают свои деньги и ведут свою очень тонкую игру не буду поглощать время этими нюансами желающие это все увидит и слышно понимаю но информационная война в 21 веке это ключ к успеху для того чтобы разложить и уничтожить любое государство это нужно понимать это нужно знать и этим нужно умело пользоваться не случайно информационные воинские подразделения сегодня есть во всех армиях мира они являются очень главными и основными игроками недооценивать этого нельзя и мы сами участники этой войны но мы пытаемся по-своему донести правду и объяснить людям что происходит но наш посыл увы маленький сигнал небольшой так что будем дальше продолжать свое важное дело вчера очень интересное расследование короткое видео к нему было приложено посмотрел там некий господин по моему фамилия его жданов в красных трусах и в черной майке футболки как он манипулировал как он руководил массовкой 27 июля в москве а я ведь вспоминаю симферополь ребят в красных курточках которые манипулировали которые и толкали сзади аскеров на вот противостояние с нами 26 февраля и ходили разводили этих татарских болванчиков пацанов которых вывел туда меджлиз да причем сзади стояли нормальные русские и татары пили вместе кофе держа флаги с тангой и триколор они общались между собой а вот экзальтированных заведенных вот этими парнями в красных куртках было не остановить и я видел как это все делается мы видели как на майдане это все делалось и вот сейчас в россию заходит майдан люди которые считают себя правильными патриотами страны начинают говорить что вот надо идти с этой молодежи молодежь хорошая девочка 17-летняя матершиница которую там показывали которая с конституции сидела точно так же как за сутки до этого девочка в гонконге зонтиком сидела перед строем полицейских беременная женщина которую держал муча технологии самые простые самые очевидные для дебилов сделаны дебилы это все смотрят жрут с удовольствием а потом вот как у нас судима один был такой бандеровец в крыму который правому сектору скидывал домашние адреса крымского беркута где жены и дети живут да сейчас это дима уже гражданин россии и члены единой россии где-то в магадане получил это партии партийность это получил я я в шоке я писал политтехнологам ребята говорю вы кого к себе взяли это урод которого крымский беркут ищет чтобы просто убить он подставлял жен и детей наших беркутят нет он не хороший он единоросс не то что веселовский как был сепаратистом так и остался так вот я просто к тому что вот эти твари работают качественно эффективно мы сейчас по моему только начинаем соображать как это работает мы начинаем заслоны делать противоставлять это ну то что можем противопоставить но следственный комитет работает на ваш взгляд уроки украинского почему оказались за пять лет забыты и совершенно не выучены ну вы к сожалению сделали очень верный анализ я бы в эту философию пролил бы и на оранжевый майдан 2004 года и майданы арабские это технология один в один вот понимаете что больше всего раздражает и бесит с нами поступают как с туземцами даже не надо вспомните четвертый год и четыре тринадцать четвертый год даже листовки распространялись в виде членов майдана на арабском языке там схемы были что делать как делать там коктейль молотова маски и противодействия силам правопорядка знаете что меня в данном случае беспокоит есть реальные ошибки ныне действующие власти реальное непонимание то что происходит либо нежелание либо так называемые спящие либо знаете вот потеря контроля от ситуации из-за безнаказанности из-за нежелания мыслить из-за желания сохранить свое рабочее место сегодня и сейчас и не привлекать к этому внимание вот это действительно беспокоит на самом деле а ведь чего что происходит ведь наши оппоненты используют ошибки власти либо недомыслие либо скудоумие вопрос собираниями подписей на выборы непарламентскими партиями и по сути хамское циничное нежелание считаться с желаниями людей сказать свое слово во время избирательной кампании оно выливается в такие инструменты и на самом деле повод то объективны другим другое дело что благими намерениями дороговато вымощено так и этих детей это притянули зарегистрируйте зарегистрируйте с точки зрения закона все сделано правильно но кто создавал такой закон чтобы можно использовать как дышло и зачем такой закон который делает нас темненькими и беленькими одним можно просто так избираться а другим нужно пройти сито которое потом по команде превращается в забор кстати я насколько знаю и вы попали в этот же молоток достаточно странных нормативных требований и когда кандидат не виноват в том что его подвели либо подставили сложной технологической схемой кольев которые не дают желающему предвещать в избирательной кампании я полагаю раз в демократической стране раз у нас гарантирована конституция всеобщее равное избирательное право дайте пожалуйста равное избирательное право потом в равных условиях докажите что у вас имущие умнее сильнее и организованнее но когда на взлете бить вдых либо в спину либо коленом в живот и после этого говорит ну давайте мы возьмемся за руки друзья на нас надвигается пучина темной опасности и мы попадаем глупо положение либо мы дали колонна потому что мы расшатываем основу государственности либо мы патриоты которые эти основы государственности пытает защитить а зажравшихся чиновников вот где беды находятся василищ ну вы находились прямо на арене вот этой вот гладиаторских боев а мы в это время смотрели со стороны как происходит все на майдане и я в общем-то сам осаживал своих земляков говорил куда вы едете автобусами поездами целыми эшелонами шли на антимайдан где юра код пытался докричаться убедить успокоить выступали политики но просто обычные граждане на антимайдан за партию регионов и зануковича не пошли по одной причине оторвались они от людей законы написали под себя русское движение в крыму было уничтожено разорвано кто не в партии регионов тот не имеет право называть себя русским патриотом маргиналы сепаратисты уроды вплоть до того что меня нынешний первый вице-спикер крымского парламента в избу пытался сдать за то что я провоцирую людей доказывая мне что крым был есть и будет украинским а я не имею права на провокации из был задержите этого провокатора веселовского через два-три дня они все уже стали молодцами они уже там были вот героями русской весны и сегодня везде хвалятся что мы партия крымской весны тогда вопрос а где все мы которых оттолкнули которые делали русскую весну в крыму потом кто-то из нас на донбасс поехал воевать почему мы оказывается не партия крымской весны почему нас надо вот так вот и люди обижаются вот когда нету справедливости то люди не хотят идти за тех кто их этой справедливости решил и предупреждаешь не предупреждаешь говорят ну так надо зато есть закон а потом даже мне член центра сберкома говорит сергей михайлович мы понимаем что по совести вы правы но по закону вы не правы извините не обижайтесь но закон и совесть не всегда идут рука об руку так значит законы делайте такие чтоб совесть и закон стояли рядом зачем вы отталкиваете хороших людей и бросает их вот в ту помойку болотную которая вот там сейчас бурлит я не хочу чтобы эта помойка победила я знаю весь ужас украинский и вы знаете но вот как остановить людей как сделать так чтобы они все-таки переступили через эту обиду ведь многие обиделись и у вас севастополе я знаю товарищей которые очень крепко обиделись но вы сказали ключевое слово справедливость основа российской ментальности основа российской государственности она всегда была базовым принципом справедливости это то что всегда вело людей каким-то свершением и дальше в борьбе за отчизну вот почему никак не понимают русских воинов которые погибают без вести понимая что смерть но человек идет эту смерть по одной простой причине он воюет по справедливости за родину за семью за отечество за свое государство понимая что государство это его лона это его мать и отец а часть чиновников сожалению этим пользуются используя цели что происходит происходит подмена понятия действительно политические олимпы забраться тяжело когда власть имущие туда приходят в боязни за то что они не смогут своей интеллектуальной составляющей обеспечить себе постоянно политическое превосходство они создают частокол из принятия нормативных документов это законы которые обеспечивают для себя для тех кто уже на политическом олимпе определенную неприкосновенность а для тех кто желал туда попасть создаются из этих законов частокол сложности которые им не позволяет прийти на тот же политический олимп это ошибка если в нулевые годы это было нужно чтобы собрать по кочкам страну чтобы обеспечить ее централизацию обеспечение ее движение вперед то 2015 и 2020 году это уже начинается стагнация здесь нужны реформы и вот власть имущие по закону жанра должны это понимать и осознавать потому что общество развивается но как это всегда российских реалиях когда человек очень долго находится у руля ему легче построить вокруг себя забор чем вступить с в конкурентную борьбу потому что есть у людей обоснованные претензии на которые ответа нет вернемся на украину и вспомним ведь сколько приходило умничек грамотных людей и академик толочка петр петрович и другие и регионалы депутаты тот же ефремов другие приходили на политический ток-шоу они спокойно взвешено с цифрами по порядочку расколадывали все по полкам объясняли как что и почему против них стояли фрики истерики популисты кричали кричалки свои слоганы и говорили что мы придем и все будет классно в конце концов большая часть этих грамотных политиков регионалов ушла с этих ток-шоу стали приходить ну депутаты по разнарядки насколько я понимаю вас просто туда гоняли ходите и отстаивайте свою позицию то есть академиков там больше не было то же самое я вижу сейчас на российских телеканалах все меньше и меньше интеллектуалов я обратил внимание даже никонов практически пропал из эфиров не говоря уже членов совета федерации депутата государственной думы единицы приходят то есть стоят с одной стороны такие вот популисты пропагандисты с другой стороны популисты пропагандисты кто кого перекричит потому что уважающий себя ученый практик депутат он не будет с этими клоунами перекрикиваться вспомните как владимир корнилов стоял напротив этих уродов и молчал по часу и уходил не сказал ни слова потому что он воспитанный корректный человек он не мог через себя переступить чтобы кого-то перебивать я уже не попова два часа с половиной рядом с сашей коцом по моему простоял или с в общем с кем-то из авторов документального фильма из наших ребят вот и мы стояли и молчали а там перебранка шла и мы в перерывах в рекламных просто а когда говорить то не дадут же сказать вот ситуация когда крикуны победили умных людей а люди наши слушают на украине крикуны победили сначала в студиях а потом на майдане и у нас сейчас уже в студиях крикуны побеждают я просто низкий поклон тем людям к тому же корнилову кто переступая через собственное достоинство самоуважение идет и перекрикивает их пытается донести до людей про слова правды но ведь таких все меньше и меньше увы это технологии знаете вам что должен сказать я 15 лет в этом аду концертном находился могу сказать честно это очень утомляет ты понимаешь через какое-то время бессмысленность того что это делаешь а ведь самое страшное что этим процессом руководят и руководит ведущей передачи режиссер передачи и сценарист передачи вот в руках интеллектуальная составляющего и результативность этого проекта под названием топ-шоу если поставлена задача заработать деньги на рекламных паузах повышение рейтингов тогда вот то что мы видим работает хайп скандал крик и плебей который сидит пьет пиво с чипсами ему это нравится понижается уровень социальной ответственности населения а если ты хочешь добиться нормального движения ведь нет никакой проблемы отключить микрофон у крикуна не приглашать его на передачу поставить его на место более того довести просто норматив по времени одной и другой стороне но это не делается а зачем а кому нужна интеллектуальная составляющая она не приносит хайпа человек переключается и рекламное время не зарабатывается следовательно деньги во главе угла вот то что нам навязывали разваливая советский союз она сегодня реально играет все понимают потому что от этих рекламных пауз зависит заработная плата всех участников этого процесса если нету скандала и крика то люди уже не смотрят людям навязывают клиповое мышление вот 10-15 секунд чем что помнит а дальше уже не помнит я уже не говорю о молодежи о людях среднего возраста действительно это страшная проблема для нынешнего общества и власть этим а не может пользоваться но пользуются другие грамотные так называемые эффективные менеджеры они зарабатывают сегодня деньги но завтра они останутся и без работы и без денег и без головы но вы знаете русская область что у нас такие большие деньги вот этот порошенко до меня проблем нет у меня все будет хорошо можно заработать так деньги что всю жизнь тратить их на свою собственную охрану и безопасность и прятаться вот этого допускать нельзя поэтому нужно пытаться доносить правду насколько это возможно хотя бы для того чтобы потом сказать я сделал все что я мог сделать мне перед собой не стыдно вот по сути главный суд который у нас есть это вопрос суда собственной совести все ли ты сделал для того чтобы обеспечить безопасность собственной страны и основу устои государственности кстати здесь очень характерно что программу поединок владимира соловьева сняли хотя там был как раз тот самый регламент когда людей никто не перебивал они могли по очереди по времени отвечать задавать вопросы беседовать вести диалог в режиме поединка вот этот поединок убрали потому что слишком интеллектуально слишком все таки нагрузно для тех кого хотят сделать дровами будущего майдана кто убрал поединок почему убрали почему пришли на смену вот эти вот жуткие шок-шоу ток-шоу с криками я не знаю эти вопросы мы конечно задаем задаем постоянно ответов ни разу не получали вадим василич но зато новостной фронт предоставляет возможность умным людям беседовать спокойно не перекрикивая друг друга и донося свои мысли правда к сожалению не до такой широкой аудитории как у россия 1 1 канала или нтв огромное вам спасибо и так победим всего доброго здоровья держитесь держимся итак дорогие друзья вадим василич колесниченко был гостем программы на самом деле пишите свои комментарии задавайте вопросы ну и репостите на нашем канале youtube это видео чтобы как можно больше людей его посмотрела чтобы как можно больше особенно молодых людей задумалась зачем и куда ведут россию и кто ведет почему кому-то очень хочется чтобы у нас стране случилась украина всего вам доброго пока